Когда спадет корона с надоевшего всем вируса? Почему в Кремле не признали премию Европарламента Навальному? И кто мог подставить актера Алика Болдуина по неосторожности убившего человека на съемочной площадке? Привет! Это итоги недели. Расскажем очень коротко и быстро о событиях этой недели. Поехали! Вот и пришла к нам четвертая волна ненавистного коронавируса. В сводке новостей так и пестрят страшными заголовками о десятках смертей и тысячи новых зараженных ковидом. Это не могло остаться незамеченным правительством РФ. Вся Россия отправится в локдаун с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах затиши наступят еще раньше. Все это потому, что, цитирую, нужно сбить пик новой волны эпидемии, заявил президент. За 22 октября в России выявлено чуть более 37 тысяч случаев заболевания, 25 тысяч с половиной выздоровело, 1064 умерло. Так ли на самом деле страшна картина в медучреждениях, мы разузнали на анонимных условиях. Как нам удалось выяснить, больницы перепрофилированные прошлогодней пик эпидемии вновь вернулись к данному статусу. Коек действительно не хватает. Отделения, увы, переполнены. Ситуация снова ухудшилась. Пациенты поступают намного тяжелее, чем были ранее. В последнее время к нам приезжали на долечивание. Сейчас же поступают с первичными симптомами и сразу отправляются в реанимацию. Настолько они тяжелые. Это пациенты с 70% КТ-3 и КТ-4. Это критическое поражение легких до 90%, сообщает источник из красной зоны. На этой неделе коронавирусная эпопея достигла своего апогея в виде нового штамма под вида дельта под названием AY-4.2. Но с такими заболеваниями выявлены лишь единичные случаи. Что же может быть истинной причиной роста заболеваний? Медицинские работники основной причиной плачевной коронавирусной статистики называют пресловутое похолодание. С наступлением непогоды иммунитет элементарно мог понизиться, и вирус вновь побил свои рекорды. Другие же источники сообщают, что несмотря на распоряжение президента выдавать реальные цифры, возможно, статистику приукрашивали. К тому же, по данным инсайдеров, в сентябре сократили количество взятия мазков у пациентов, что очевидно и привело к завуалированному спаду эпидемии. Люди переносили корону легче, возможно, думают, что это обычное ОРВИ. Но это не может быть основной причиной, заметил источник, так как пациенты поступали бы в больницы со средним течением заболевания. Сейчас же, как ранее отмечено, случаи намного тяжелее. Сейчас многие эксперты опасаются, что прошлогодняя карантинная история повторится, и всем снова придется надолго остаться дома. Вирус продолжает мутировать. Аналитики склонны думать, что пик затянется вплоть до конца января следующего года. Так что, друзья, опять запасаемся имбирем, лимоном и чесноком. Настоящая трагедия развернулась на американском ранчо Бонанзе Крик, где проходили съемки вестерна «Ржавчина». Голливудский актер, комик и писатель Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и случайно ранил оператора и режиссера. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но что-то пошло не так. Сценарий внезапно воплотился в жизни. Осколки попали в оператора Галину Хатчинс и в режиссера Джоула Соуза. Женщину спасти, к сожалению, не удалось. Она скончалась прямо в втором пункте. Соуз жив. Сразу после появления новости СМИ выяснили, что Хатчинс – уроженка Украины. Ей сулили хорошую карьеру в голливудском кинематографе. В США она приехала в 2010-х. Там она встретила будущего мужа Мэтью и родила ему сына. Эксперты пророчили Галине большое будущее. В 2019 году издание American Cinematography объявил ее победительницей в номинации «Восходящая звезда», говорят друзья. Над фильмом «Ржавчина» она работала со звездой Голливуда Алексом Болдуином. Он не только актер, но и продюсер картины. Этот фильм должен был стать прорывом в ее жизни. Галина была безмирно счастлива и регулярно публиковала фото со съемок в соцсетях. Пишет «Царь, говорят». Актера уже допросили, но обвинение пока не предъявлено. Алик Болдуин находится в откровенном шоке. Никто не ожидал такого фейла. Он не скрывал слез прямо у входа в участок. Новость разлетелась по всему миру. Остается вопрос, как к нему попало оружие с настоящими патронами. Что это – подстава недоброжелателя Болдуина или халатность организаторов съемочного процесса? В СМИ уже вспоминают его стычки в соцсетях с экс-президентом США Дональдом Трампом. Болдуин известен также как комик, который часто высмеивала его в шоу Saturday Night Live. Это не раз приводило к серьезному информационному противостоянию именитого чиновника и актера. Злая ирония отмечает в своем телеграм-канале СОПКОР ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Помнится, Трамп, которого Болдуин много раз изображал, как-то бросил опасную фразу. Я могу встать посреди Пятой авеню и застрелить кого-нибудь, и все равно не потеряя избирателей. И вот оно как вышло. Театр – жизнь, цитирует журналиста Вести.ру. Я думаю, что Трамп может быть причастен к этой ситуации. Алек Болдуин всегда говорил, что хотел, и критиковал, кого хотел. Его за это все и уважали, заявил Стас Борецкий. Шоумен убежден, что Трамп – человек мстительной и непрощающей обиды. Поэтому политик вполне может быть замешан в несчастном случае на съемочной площадке. Как добавил Борецкий, по желанию Трампа сделают все. И пулю настоящую подсунут, и человека найдут. Цитирует Борецкого Life.ru. Оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в местах лишения свободы, Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Об этом сообщила Европейская народная партия в своем официальном микроблоге. Член Европарламента Андрюс Кубилюс отметил, что политик получил награду за свою приверженность демократии и свободе российского народа. Ранее Навальный вошел в топ-100 самых влиятельных людей в мире, составленный американским журналом Time, пишет Национальная служба новостей. Сам Навальный поблагодарил Европарламент за высокую оценку его деятельности. В своих соцсетях оппозиционер написал, что посвящает эту награду борцам с коррупцией во всем мире и в любых их качествах. От журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. В Кремле же критично отреагировали на эту новость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласен с таким решением Европарламента. По его словам, вручение премии Навальному с формулировкой «за свободу мысли» девальвирует значение этих слов. Песков предположил, что подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным от бывающего наказания, просто не располагают достоверной информацией. Цитирует чиновника сайт «Свободная пресса». И это все, что я хотела рассказать вам на этой неделе. Поддержите нас, если такой контент вам интересен, вы знаете, что делать. Ну а с вами была Людмила Магомедова. Все, пока!